Я Ольга Олеговна Лопушанская, я врач-хирург-онколог хирургического троекального отделения. Я постараюсь вкратце осуществить проблему хирургического лечения раннего рака лёгкого. Почему это так важно? Почему мы сегодня собрались? Почему мы так часто обсуждаем этот вопрос? Потому что, во-первых, рак лёгкого — это ведущая причина смерти в структуре всех онкологических заболеваний. И в то же самое время все наши мероприятия, направленные на борьбу с этим заболеванием, могут показать очень хорошие результаты. Например, радикально-хирургическое лечение ведёт практически к трем-четвертям пятилетней выживаемости среди всей структуры пациентов. Перед тем, как говорить о хирургическом лечении, нам, наверное, нужно понять, что такое ранний рак лёгкого. И в этом смысле Пётр Сергеевич и Анна Дмитриевна дали нам какие-то определения. То, что это какие-то определённые рентгенологические паттерны, которые мы можем выявить на компьютерной томографии. Вот только что мы сейчас сказали, какие подморфологические паттерны могут быть характерны для раннего рака лёгкого. И, в принципе, можем условиться, что ранний рак лёгкого — это те образования, которые у нас по последнему пересмотру восьмом ТНМ могут входить в первую стадию. Вообще, с чего началось хирургическое лечение рака лёгкого? Хирургическое лечение рака лёгкого началось с большого объёма резекции. Вообще, историю хирургии рака лёгкого, наверное, следует начинать с 1933 года, когда появилось сообщение РФЦ Грехома о первой успешной одномоментной пульмоноктомии. На протяжении следующих двух десятков лет этот объём хирургического лечения рака лёгкого стал золотым стандартом. Разумеется, с течением времени возник вопрос, возможно ли успешное хирургическое лечение рака лёгкого с резекцией меньшего объёма лёгочной паренхемы. И впоследствии Кахон в своей статье 1960 года предложил в качестве такого стандарта радикальную лобоктомию. В качестве лобоктомии он определял процедуру, в которой удаляются отдельные доли лёгкого, систематической внутрикрудной лимфодиссекцией. И, надо сказать, на протяжении следующего полувека, и, наверное, даже до сих пор, это однозначно золотой стандарт радикального лечения начальника рака лёгкого. Надо сказать, что параллельно этим сообщением были исследования, были материалы, в которых обсуждалась возможность сегментоктомии. То есть возможность включения сегментоктомии как сублобарной резекции лёгкого, как одним из методов лечения непосредственно злокачественных образований лёгкого. В то время как, как правило, сегментоктомии в то время использовались для хирургического лечения доброкачественных образований лёгкого. В то время были опубликованы некоторые ретроспективные небольшие исследования, в которых сообщалось, что при сублобарных резекциях, при первой стадии немелкоклеточного рака лёгкого, сегментоктомии позволяет сохранить функцию лёгкого без возможного ущерба для выживаемости по сравнению с лобоктомией. И меньшая резекция лёгочной паренхимы более выгодна с точки зрения послеоперационной функции лёгких. Но подобные ретроспективные исследования были единичные. И, соответственно, в течение следующего полувека в различных исследованиях с точки зрения хирургического лечения рассматривались всегда следующие хирургические манёвры. Это лобоктомия удаления доли лёгкого, либо же сублобарные резекции, такие как сегментоктомия, либо клиновидная резекция. И чтобы всё-таки изучить целесообразность резекции меньшего объёма паренхимы лёгкого, было инициировано исследование североамериканской исследовательской группой по изучению рака. Это первое и на данный момент единственное завершённое и подытоженное клиническое рандомизированное исследование, в котором сравнивали полноценную радикальную лобоктомию с ограниченной резекцией. Мы здесь подразумеваем сублобарную резекцию. Результаты данного исследования были опубликованы в аналогах троакальной онкологии в 1995 году. Данное исследование проводилось с 1982 по 1988 год. В данном исследовании основной вопрос был в разнице общей выживаемости. Это была первичная конечная точка. Разница общей выживаемости пятилетней между группой пациентов с лобоктомией и группой пациентов с сублобарной резекцией лёгких. Также в рамках данного исследования ставился вопрос о частоте локорегионарных системных рецидивов и вопрос о оценке послеоперационной функции лёгких. В данном исследовании было включено 286 пациентов, и результаты были следующие. Пятилетняя выживаемость в группе сублобарной резекции лёгкого составляла около 42%, в то время как в группе лобоктомии 63%. Также в группе лобоктомии частота местных рецидивов составляла порядка 6%, в то время как в группе ограниченной резекции она была примерно в 3 раза выше, около 17%. И на этом исследовании данный вопрос был закрыт на какое-то определённое время, и до, наверное, недавнего времени, недавнего десятилетия попыток полномасштабных рандомизированных клинических исследований предпринято не было. И на данный момент, если мы говорим про сегодняшнее время, если подытожить наши хирургические возможности для лечения первой стадии немелкоклеточного рака лёгкого, в принципе, у нас, возможно, вопрос сейс-сегмент эктомии при каких-то самых начальных образованиях лёгких, в том случае, если это паттерн именно GGO, если это матовое стекло меньше 2 см, карцинома ин-ситу, карденгарцинома менее 2 см, разумеется, если это получается только в том случае, если у нас какая-то предварительная верификация. А лимфодисекция либо расширенная, либо селективная, опять же, здесь вопросы решаются непосредственно от каждого конкретного случая. Доступ также абсолютно индивидуальный. У нас есть и возможности открытой тройкотомии, и также мини-инвазивных вмешательств либо ВАЦ, либо роботизированной лобокотомии. Да, у нас сейчас есть стандарт хирургического лечения начальных форм рака лёгкого, однако же вопрос о возможном уменьшении резекции паренхима лёгкого всё равно сейчас поднимается. В данный момент ведётся несколько рандомизированных клинических исследований не в активной стадии, пока предварительных результатов не было опубликовано. Например, одно из самых крупных исследований, в которое включено 701 пациент, проводится сейчас в Штатах. Там сравнивают ограниченную резекцию лёгких, в которой включают и кленовидную резекцию лёгких. В данных случаях сравнивают вместе с радикальной лобокотомией. Планируется, что какие-то предварительные результаты данного исследования могут быть в течение следующих нескольких лет. И подобные исследования смогут прояснить, возможно, может ли быть ограниченная резекция полноценной альтернативой, может ли она быть не только функционально сохранной операцией, но и также полноценной, не худшей именно лечебной операцией. Что касается хирургического инвазивного лечения раннего рака лёгкого, я, наверное, не могу не затронуть очень давний спор между хирургами и лучевыми терапевтами. Я, наверное, сейчас просто так передам инициативу Филиппу Евгеньевичу. Давний спор. Насколько совместим, насколько сопоставима резекция лёгкого и стереотоксическое облучение лёгкого? На данный вопрос я, наверное, не буду давать ответы. Я предоставлю слово Филиппу Евгеньевичу, но я просто отмечу, что на данный момент этот вопрос также изучается. Сейчас проводятся три крупных рандомизированных клинических исследования, которые могут продлить свет на данный вопрос. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...